здравствуйте дорогие друзья комментарии к нашей недельной главе очень много говорят о понятии время иногда мы говорим друг другу секундочку да мы имеем ввиду что-то несущественное но например такие там спортивные игры олимпиады всякие дают понять что даже доля секунды способна кардинально изменить жизнь любого человека и мира в целом как отмечает ирландский писатель такой есть какие он написал книгу дары евреев что пока евреям не было дарова на тора то время не имело никакой большой ценности человечество жила в каком-то бесконечном цикле рождение жизнь смерть рождение жизнь смерть тора поменяла все она придала времени святость ограничения стали временные и освещение луны месяца можно считать первой митсвой которая была дана людям жизнь как и время стала восприниматься как нечто скоротечное и непрерывное именно благодаря иудаизму весь мир принял время за меру как бы определяющие наши победы поражения фиксирующие какие-то моменты отчитывать даты праздников летопис человеческой истории так далее есть категории людей живущих лишь бы убить время такую жизнь называют мудрецы бессмысленной это время способно нас убить а мы его нет именно время не дает нам забыть о том что все живое смертное и в том числе и мы и осознав это мы можем победить свои ограничения необходимо написали мудрецы каждый день жизни проживать эффективно важно не только долгодневие да но и долгосекундия то есть каждый каждый момент должен чем-то направлен эффективность царь давид писал что научись считать наши дни так что мы обрели сердце мудрое что это такое еврейские мудрецы утверждали что некоторые люди способны вообще за час получить свою долю в будущем мире существует вообще такая поразительная числовая связь если 70 лет жизни это продолжительная жизнь царя давида умножить на триста шестьдесят пять дней в году и умножить на двадцать четыре часа в сутки мы получим шестьсот тринадцать тысяч шестьсот тринадцать заповеди умноженные на дающие счет добавляющие три нуля говорят мудрецы это доказать что каждый из нас каждый час своей жизни должен быть заполнять служением всевышнему как это делал царь давид можно привести такую метафору если предположить что на ваш счет банки ежедневно приходят восемь шесть тысяч четыреста долларов а вечером банк снимает ту сумму которую вы не успели потратить за день какие будут ваши действия конечно все бы старались потратить все деньги до последнего цента дело в том что каждый из нас имеет такой банк под названием время утром нам начисляют восемь шесть тысяч четыреста секунд а ночью списывают все что не было вложено в добрые дела в учебу в молитву не потраченные секунды нельзя перевести на следующий день как нельзя использовать больше лимита поэтому сказали мудрецы в комментарии к нашей недельной главе не стоит тратить попусту каждую секунду нашего драгоценного времени нужно применять ее на благо здоровью и духовному развитию помните песню из кинофильма 17 мгновений весны это про иудаизм беречь время это наша задача еще может быть больше чем многое другое наполнить время смыслом сберечь его и тогда если написано будут минуты полные будут дни полные будут годы полные браховы отслуха ну